Как известно, некоторое время назад российский «Соллерсфорд» приостановил производство грузовичков «Транзит». В свою очередь, калужский завод «ПСМАРУС» поставил на паузу сборку лёгкого «Комтранса» под марками «Пежо», «Ситроен», «Фиат» и «Опель». В итоге службы доставки, всевозможные маркетплейсы и другие ценители грузовиков «Однотонок» фактически остались без тягловой силы для своего бизнеса. Ведь «Газель» для многих задач слишком громоздко и неповоротливо. Поэтому нижегородцы спешат предложить рынку «Соболь-НН», то есть укороченную версию «Газели», которая легко проедет по узким улицам и загруженным складам, а главное припаркуется во дворах, не создавая помех легковушкам. Всё это заслуга компактных габаритов. При длине около пяти метров фургон способен развернуться на скромном 11-метровом пятачке. При этом вместимость грузового отсека составляет внушительные 8 кубических метров. Предсерийный «Соболь» неожиданно пожаловал на неделю российского ритейла, которая в эти дни проходит в Москве. Посетителям форума показали средний по высоте крыши вариант. Но вскоре появится низкое и высокое, а также пассажирское и грузопассажирское исполнение. В плане техники почти ничего нового. Во всяком случае, пока «Газ» располагает достаточными запасами дизеля Камис, к которым прилагается шестиступенчатая механика, созданная и выпускаемая силами самой группы газ. Но основным мотором предстоит стать новому трёхлитровому атмосфернику ОМЗ, который, в зависимости от версии, может работать на бензине, пропане или метане. Ну и, конечно, все ждут локализации некого загадочного дизеля. Напомним, что новый двигатель на тяжёлом топливе газовцы анонсировали, презентуя новое литейное производство на своих мощностях. Но что это будет за агрегат? Представителям Горьковского автозавода пока удаётся скрывать. А вот то, что «Соболь-НН» будет выпускаться и в электрической ипостаси — вообще не секрет. Начинку аккумуляторный вариант получит от родственной «Газели-ИНН», что, например, уже возит пассажиров из Нижегородского аэропорта Стригина. Также представители марки «ГАЗ» не скрывают, что следующим после электрификации шагом станет внедрение полного привода. Ради этого инженерам пришлось заново спроектировать переднюю независимую подвеску. Если дебют нового Соболя 4х4 когда-нибудь случится, это станет серьёзным ударом по уазовской буханке. Тем более, что ульяновские вездеходы давно перестали радовать потребителя ценой и качеством.